Аминьчи помогают семье, оставшейся без крова под Новый год. Пожар в частном доме на 5-й Заречной случился в прошлый четверг. По счастливой случайности обошлось без жертв. Пострадавшие от огня нашли временный приют, но лишились практически всего имущества. Уже на следующий день в социальной сети объявили сбор вещей первой необходимости. Дмитрий Куканас продолжит тему. Здесь туалет ванная, там комната, дальше тоже комната, спальня. Ну и здесь была тухня. Станислав в тот день приехал навестить родных, а попал на пепелище. После пожара догадаться о предназначении помещений просто невозможно. Мебель сгорела почти полностью, бытовая техника оплавилась, из вещей спасти не удалось практически ничего. Пожар начался на крыше, огонь охватил комнаты второго этажа и далее распространился по всему дому. Очевидцы говорят, все произошло крайне быстро. Помещение площадью в 100 квадратных метров выгорело менее чем за 15 минут. Избежать жертв удалось чудом. Дети играли внизу, а не в своей комнате на втором этаже. Сейчас их увезли к бабушке. Елена, хозяйка дома, даже спустя несколько дней продолжает принимать успокоительные после случившегося. Не ожидала, что на просьбу о помощи так дружно откликнутся не только друзья, но и совершенно незнакомые люди. Большое спасибо. Не ожидали, что столько добрых, отзывчивых людей, которые хотят помочь. Очень много собирают вещей для детей, переводят любые деньги. Как только какие, может, спасибо им большое. По самым приблизительным подсчетам ущерб составил несколько миллионов рублей. Вернувшись из командировки в день пожара, глава семейства уже собирается на очередную вахту. Нужно зарабатывать на ремонт. Хотя уместнее говорить о строительстве нового дома. Связаться с Еленой, чтобы передать вещи или бытовые принадлежности, можно по телефону 8 908 316 58 00. А те, кто решит помочь семье деньгами, могут перечислить любую сумму на указанный счет. Дмитрий Куканас, Сергей Степанишин. Новости здесь. Омск.